Депутаты окружного собрания продолжают рабочие визиты в организации, осуществляющие свою деятельность на территории региона. Накануне парламентарии посетили комплексный центр социального обслуживания населения, в котором относительно недавно появилось новое оборудование, приобретенное на средства недропользователей. В центре внимания законодателей качество услуг, оказываемых населению, их востребованность, а также проблемы, которые требуют решения. Директор комплексного центра социального обслуживания населения Светлана Хатанзейская ознакомит парламентариев с одной из новинок, приобретенных на средства недропользователей. Работать на этом оборудовании будет психолог учреждения, который пройдет предварительное обучение. Это новейшая технология, комплекс биоакустической коррекции БАК-Синхро-С, инновационный метод широкого круга заболеваний. В том числе самое главное – это расстройство центральной нервной системы. Направление на лечение с использованием комплекса биоакустической коррекции будет выдавать невролог. Как отметила Светлана Хатанзейская, таким оборудованием могут похвастаться далеко не все лечебно-профилактические центры и санатории страны. Ещё одна гордость учреждения – магнито-терапевтический комплекс «Мультимаг», направленный на лечение опорно-двигательного аппарата. Он оказывает противоспалительное действие при техронических и пьяно-текущих процессах. На средства нефтяников приобретено оборудование для сенсорной комнаты и установка для гипокситерапии. Это стимулирует организм, повышает его сопротивляемость к многим заболеваниям. Мы сами зимой живём и понимаем, что в зонике склородного голодания. Это горный воздух. Это тоже новое? Это тоже новое. У нас был горный воздух, который много лет функционировал, потом вышел из строя. У нас медтехник каждый раз приезжает. И примерно где-то около года у нас не было этой процедуры. Есть в центре массажёр для ног. Через точечный массаж стоп нормализуется давление и улучшается работа мозга, центральной нервной системы и сердца. Популярностью у населения пользуется тренажёр для терапии опорно-двигательного аппарата и механическая беговая дорожка. Он может медленнее пойти, может быстрее. Это очень важно после перенесённых инфарктов. Для восстановления дыхательной и двигательной функции. И мини-тендер. Подойдите сюда. Здесь как раз идёт нагрузка на суставы, которые человек тоже регулирует. Это тоже новое оборудование. По итогам рабочего визита парламентарии не только ознакомились с новинками оборудования, но и осмотрели помещения, в которых оказываются услуги населению. Пообщались с посетителями. Мы поняли, каким образом здесь организована работа, что требует дополнительных усилий. С точки зрения организации я расскажу одно, что дети с пяти лет до самого преклонного возраста, все люди высокого возраста, они могут получать здесь медицинскую помощь. Она организуется достаточно эффективно. У нас подготовленный здесь коллектив. Квалификация соответствует определенным требованиям. Та аппаратура, которая у нас снова есть, она освоена. Соответственно, она используется достаточно эффективно. В завершение встречи народные избранники обсудили с руководством комплексного центра соцобслуживания перспективы развития учреждения и проблемы. Среди основных – потребность в специалистах. В частности, учреждению необходима медицинская сестра. Этот вопрос находится на контроле окружного профильного департамента. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал Север.